здравствуйте все дорогие друзья с вами а комарачи на связи и сегодня я бы хотел поднять такую интересную тему думаю не для многих будет секрет что игра очень многогранна она требует особой такой стратегии проработанности и вдумчивости а также грамотного продвижения и сегодня будет тема стратегия продвижения в данной игре world of fishers вот как вот двигаться да нам надо и наживку вроде бы сделать и опыта не упустить и в то же время заработать денег а времени на все у нас не хватает а наживку просто сидеть и тратить несколько часов своего реального времени и ловить целенаправленно живца или мясо рыбы креветок еще что то у нас просто нету да к примеру все равно придется когда-нибудь этим заняться но сейчас я бы хотел поговорить немножечко о стратегии правильной какую стратегию выработал для себя я смотрите вот например я сейчас выполняю квест квест называется название кстати не помню но рипус я ловлю рыбу рипус сейчас покажу вам точно вот старец бура рипус ладожский у меня на тесто одного я поймал уже и какая же стратегия что стоит поговорить один мой замечательный друг пода подарил мне набор наживок номер 15 то есть я думаю вы понимаете самый крутой набор который есть в игре 15 набор он мне подарил то есть это вообще крутяк теперь я могу не думать что я могу с какой-то рыба делать наживку с какой-то не могу то есть теперь мне открыто все и это дает мне огромный плюс далее какой же все таки я выбрал путь немножечко развития стратегии я выбрал это так я то что вылавливаю любую рыбу независимости от это вида если она стоит меньше 20 серебра я ее опускаю на наживку меньше 20 серебра вот я примерно вот такую сейчас выбрал себе стратегию зачем это делается во первых вот все что стоит больше 20 я продаю вот 21 там 22 и все что пошло я естественно продаю потому что деньги нужны без денег мы не можем наживка тоже нужно потому что мясо рыбы малек живец это все нужно и любая рыба которая подходит под мой критерий ниже 20 монет я ее естественно пускаю на наживку на опыт вот тут тоже интересный вопрос вот опыт вы ловите зачетный экземпляр и здесь у вас становится такая небольшая дилемма до либо отпустить рыбу на опыт чтобы получить дополнительный опыт либо же вам нужно ее продать а цена у рыбы приличная пока что на данный момент я не могу ничего сказать вот честно вот по опыту я еще пока для себя не определился но у меня и разряд-то пока 16 я не могу их потому что рыба зачетно она вся приносит неплохую прибыль для меня и сейчас я наверное не могу отпускать я думаю где то наверное если будет у меня уже разряд 24 25 я уже смогу выделить какой-то уже другой дополнительный себе критерий к примеру если рыба зачетная стоит допустим там меньше там 50 монет или 60 я ее буду отпускать на опыт или к примеру там меньше 40 монет не знаю это надо будет потом подумать проработать и тоже придерживаться такой стратегии и вы для себя дорогие друзья думаю тоже должны выработать примерно такую стратегию вот допустим рипус я вот поймал рипуса по квесту цена 26 опыт 8 то есть либо я ее могу отпустить либо я ее могу продать естественно 26 значит я ее продаю и вот так вот нужно действовать тогда во первых вы будете получать по опыту boost вы будете получать по деньгам неплохой неплохой прибыль а также у вас будет копиться наживка может быть кто-то со мной не согласится скажет я придумал опять какую-то ерунду и вот стараюсь это вот новичкам опять внушить но знаете если вы не соглашаетесь тогда пишите альтернативные пути развития я считаю что это очень правильный подход потому что во первых вы одновременно при выполнении квеста вы выполняете квест вы ловите наживку себе вы зарабатываете деньги и попутно вы еще себе зарабатываете опыт потому что вы отпускаете какой-то определенный вид ну критерий рыбы которые вот вы для себя решили и я думаю так каждый игрок должен для себя решить пока что сейчас говорю с опытом я еще не определился потому что цена для меня 20 там больше 20 меня устраивает и я как бы продаю я пока не готов зачетные экземпляры некоторые отпускать опыт из квестов пока что неплохо идет так что думаю после 25 или может быть там пониже может дальше разряд пока не знаю я уже тогда определю для себя и этот критерий буду уже придерживаться его и естественно будем продвигаться и в том направлении и есть я еще хочу посоветовать тем вот именно новичкам которые начинают играть старайтесь вот выбирать те квесты такие которые еще затрагивают медаль вот к примеру нужно поймать какую-то рыбку вы смотрите медаль q которая у которую вы должны вот выполнить выполнить вам будет получается дополнительный плюс вы сможете выполнить медаль сможете выполнить квест но медали естественно не все вы сможете закрыть вот видите белоглазка я могу сделать наживку 16 опыт 4 наживка живец и так вот по чуть-чуть по чуть-чуть мы с вами копим это знаете во первых это не напряжно вообще не напряжно и во вторых вы по себе фармите автом на наживку автоматически которая вам нужна естественно вам нужно купить набор какой-то потратиться на набор ну там начальный набор есть для всех рыбаков даже для новичков первый и вы там сможете делать первые свои наживки вот тоже подобрать критерия потом уже когда накопите денег или задонатите тогда уже купить более хороший набор и тоже придерживаться тактики определенной стратегии проработанности и потом уже делать наживочки также как и я но наверное если у вас есть деньги деньги я бы посоветовал поиграть сначала в игру если вы достигли там ну разряда 15 хотя бы 14 и понимаете что игрушка вам зашла вам нравится все вас устраивает то можно наверное не поскупиться потратить давайте даже вот зайдем посмотрим сколько стоит сколько стоит 1000 где глаза мои глаза бонус 75 видите еще будут ну вот ну грубо говоря 600 рублей потратить и купить себе сразу 15 самый крутой набор понятно что не каждый сможет это себе позволит 600 рублей но это просто совет можно и без него я никого не заставляю не указываю не говорю что вот без него вы не сможете нет все будет замечательно все вы сможете поиграть и будет хорошо у вас просто если вы хотите сразу как ну как говорится все и сразу то вот если есть возможность прикупите себе и будет вам тогда намного проще вы сможете больше видов делать наживки уже в самом начале тем самым себе обеспечить неплохой такой фундамент для ловли более крупной рыбы когда даже для выполнения квестов вот вы смотрите там на малек до рыба клюет в ага у меня есть это там хотя бы 20 штучек я уже сделал коповых поймали даже сейчас вот знаете надо вот поймать какой-то экземпляр я не сижу там не ловлю на какие-то там на хлеб на тесто на червяка еще что то хотя иногда испытываю ну как наживка тоже простая тоже ловлю потому что я в основном же делаю акцент на людей которые будут ловить без доната у них не будет донатной наживки всего и всего вот этого остального и я делаю специально это для вас дорогие друзья и поэтому я вот эти все стараюсь приманки я их проверять и потом уже советовать вам поэтому если у вас есть дополнительные средства вложите их и купите набор и потом будете пользоваться время от времени при прохождении квеста наживка которую вы сами сделали и это ускорит вам во первых прохождение квеста да и также не знаю вы будете чувствовать какое-то удовлетворение свое что вот я сделал наживки и потратил их на выполнение квеста получил дополнительного денежку и меньше потратил времени потому что бывают рыбки которых можно ловить два часа реального времени иногда три иногда даже и больше но зато когда выполняешь квест и понимаешь что ты заработал хорошо денег пока ловил рыбу другую выполнил еще какие нибудь дополнительные медали там позакрывал то есть это же есть как в каждом деле есть свои плюсы никогда нету такого что вот все плохо и плохо вот особенно в этой игре здесь я плохо плохого вообще ничего нету вот вообще игра очень крала классно поэтому вот давайте дорогие друзья для себя придумывайте свою тактику стратегию продвижение своего персонажа как вот я вам советую и я думаю у вас будет все хорошо в дальнейшем вы сможете накопить и наживки и опыта и немножечко уже думать в каком направлении двигаться также не забывайте не ленитесь смотреть медали смотреть квесты чтобы это все соприжалось друг с другом посмотрели какая медаль на что делается квеста га все чтоб они были все взаимосвязаны и уже начинаете действовать в этом направлении тогда у вас будет во первых и медаль закрываться и квест выполняться несколько дел одновременно плюс еще вы отпускаете какую-то рыбку какую-то рыбку на наживку какую-то продаете и у вас будет персонаж прокачиваться всесторонне это будет вот просто маст хэв другого слова даже и не могу придумать на этом у меня все всем спасибо кто посмотрел комментируйте пишите все свои советы внизу потому что я не все знаю я не профессионал если есть у вас лучший вариант пишите чтобы другие прочитали и прислушались тоже и к вашему мнению всем огромное спасибо вам а больших огромных трофеев и безостановочного клева всем пока